Микс-ньюс Мировые премьеры Блокбастеры Голливуда Все тайны и секреты кинозвезд Билеты на лучшие фильмы Программа «Синема» Поехали! Добрый вечер, уважаемые слушатели! Радио «Болтком» Олег Пеков в студии Начинается программа «Синема» Родион Золотарев за звукорежиссерским пультом И сегодня мы поговорим не о голливудских блокбастерах Поговорим, можно сказать, о нашем латышском блокбастере Потому что он прекрасно стартовал в прокате И чувствуется, что большой интерес вызвал у зрителей И я говорю про фильм «Елгова» Дэвни Цминчатри И сегодня в нашей студии продюсер этой картины Директор студии Юрица Поднякса Антра Целинска Здравствуйте, добрый день! Здравствуйте, здравствуйте! Фильм, который вышел уже на экраны Был снят по книге, нашумевший И получивший много премий Вот каким образом у вас появилась мысль Идея перенести эту книгу на экраны Ну как этот путь начался? Как всё началось, да? Наверное, с идеи, ну вот Вообще-то, как очень часто в жизни происходит Всё как будто нечаянно Но как будто так Но всё где-то уже было заложено Я думаю, что Я задумалась о том, что вообще С того времени, как Юрий Сподняк сделал фильм «Легко ли быть молодым» Вообще для этого подросткового возраста Ну где вот Ну идёт это Это, как мы сегодня говорим Фильмы для того поколения Которые Ну для тех, которые вот Становятся, как-то меняются Взрослеют Да, вообще-то нет Всегда в фильмах Как-то в последнее время Там маленькие дети И другие проблемы И вот, когда вышла книга Яна Сионева Ялгав-94 Я прочитала И думала Вот это материал Это материал И пока я так думала Как надо как-то что-то придумать И вдруг ко мне приходит в студию Два Яниса Молодой режиссёр Янса Абала Который тогда только что закончил Академию культуры И сам писатель Ян Сионев С которым до того встретились И договорились Что можно как-то что-то делать И я, конечно, сразу согласилась Потому что я уже Как я сказала Уже об этом думала И увидела в этом материале Очень такой привлекательный сюжет Для фильма Мне показалось Что один из вызовов Действительно была ведь Книга достаточно авторская С внутренними монологами И вот наверняка Ведь Как это передать И вот в фильме Очень интересно это сделано Что сам автор появляется в кадре Он вступает Как будто бы в кадр невидимый Для остальных персонажей Комментирует то, что происходит То есть это вот Насколько это вот сама Я понимаю Вот этот художественный приём Как он появился И долго ли Вот над ним думали Да, об этом думали очень долго Потому что Ну я уверена в том Что делать экранизацию Это довольно непросто И очень часто Ну наступают Режиссёры и сценаристы На те же грабли Потому что Ну в принципе Фильм это другой Другой медиум И медиа И надо Ну смотреть на это Как на что-то другое Да Ну один против одного Ну так Ну просто Просто передать сюжет Это Ну не всегда Даёт хороший результат Фильму И То что Вот Где вот проблема Проблема Когда ты читаешь книгу Каждый видит свой фильм А когда приходит зритель Смотреть фильм Все смотрят тот фильм Который ему предлагают Который на экране Да И тогда вот Надо очень тщательно Думать о том Вот как И как будут смотреть Те, которые не читали книгу Да Поэтому Мы тоже решили Довольно рано Что мы будем Не будем идти Буквально по книге Да Мы будем Создавать фильм По мотивам По Этим всем происшествиям Которые там происходят И тогда мы очень тщательно Отбирали То, что полезно И я думаю Что очень большую работу Сделал и наш Сценарист Автор сценария Матэйс Грицман Который И вообще Это Матэйс Придумал Что сам автор Появляется Как будто Он и там И тут И когда вообще Вот эта идея Появилась Тогда я сказала Да Есть Бинго Это в фильме Будет очень хорошо И тогда мы Когда вот уже После съемок Мы там еще Этот текст Там Как-то Как-то старались Подобрать Чтобы Чтобы Ну Чтобы завершить Этот круг И зрителю Было Было понятно Да Что там происходит И как Я понимаю Что наверняка Были Проблемы Вот с поиском актеров Насколько нужно было Найти В фильме Я напомню Нашим Слушателям Скажу Что там Есть И действительно Звезды Звезды Там снимаются Ну они Они в небольших ролях Саппортинг Тим Да И это Ну Го Назариня Она Ну вот Это Завуч Скорее Не директор школы Завуч Она играет Завуч И конечно же Кейш В роли Физрука И Ну это Может быть Не главный Но просто Это Придает Тоже Шарм Картине Но главное Ведь Весь успех Должен был Зависеть От Вот этих Главных Молодых Персонажей Вот как Их искали Да У нас Три главных Вообще Я всегда говорю Четыре Это Три парня И одна девушка Это у нас Янис Зомби И смерть Да Эти три клички И Кристина Девушка Которая Любляется Главный герой И Вообще Да Это было Очень Ну С некоторыми Просто Потому что Парень Который Играет Смерть Это Чистый Металист Да Это Чистый Металист Мы его Уже Нашли Когда Мы Такой Подготовительный Трейлер Делали Для того Чтобы Получить Финансирование В киноцентре Мы там Сделали Такой Маленький Ролик И он Отозвался В фейсбуке И Вот с того Временем Нам уже Было ясно Что это Будет Смерть Тогда Зомби Нашли Вот Мы делали Кастинг И очень Многие Приходили Стояли В очереди И Зомби Тогда Отобрался Кристина Тоже Сама Как-то Но Тоже Очень Много Много Девушек Просмотрели Но С Янисом С главным Героем Было Довольно Непросто Не было Не было Не было Не было И И тогда Сколько Компания Компания Которая Делала Кастинг Они Работали Потом Начали Работать На картину Двесель Путен Это Большая Картина Где Там Очень Много Молодых Людей Нужно Было И Просто Там Начали Приходить Заявки Это Гун И Говорит Я вижу Этот Парень Он Совсем Не К этой Картине А это Надо Нам На Елгаву И Она Говорит Я уже Была Вообще Где-то В тот День Там Очень Много Вообще Было Мы Присмотрели Где-то Тысячу Заявок Тысячу Заявок На Эту Ролю Никто Так И Не годился Так Точно И Тогда Появился Глаза И Потому Что Его Две Вещи Глаза Его И Улыбка И Это Было Так Что Ну Ясно Что В этом Парне Что-то Есть Он Очень На Экране Хорошо Смотрелся И Мне Было То Что Я Чувствовала Что У него Есть Интерес Ко Всему Он Из Тех Которые Он Хотел Все Через Такую Маленькую Дырку Просмотреть И Где-то Проскользнуть И Что-то Увидеть Такой Внутренний Интерес И Такое Вот Это Качество Было Очень Важное Для Этого Героя Который Как будто Из Совсем Хорошей Нормальной Семьи И Вдруг Он Хочет Посмотреть Как Там Большие Метал Играет И Что-то Там Происходит Но Получается Ведь Что Эти Все Ребята Они Не Были Профессиональными Актерами Абсолютно Нет Абсолютно Нет И Для Всех Это Был Первый Раз Первая Проба Первая Сейчас Я Как-то Пару Дней Назад Когда Начала Смотреть Так Спокойно Фильм Не То Что Когда Ты Смотришь Как Что Там Идет Не Идет Клеится Не Клеится Но Так Уже С Таким Спокойным Сердцем Просмотрела И Я Просто Почувствовала Что Они Вообще Фантастические Они Просто Играют Как Боги Но Не Было Страха Ведь Ну Говорят Что Один Актёр Дебютант В фильме Это Ну Ничего Два Уже Как бы Страшно Три Это Ну Это Уже Большой Риск Тут Четыре Получается Четыре Главные Роли Все Ну Я Думаю Что Они Очень Ну Разумные Такие Как Сегодня Вся молодежь Такая Очень Ну Заинтересованы Во всем Да И Им Очень Хотелось Они были Очень Дисциплинированы И Они Очень Ну В общем Прекрасные Я думаю Я думаю Что Это Проблема Это Была И В том Что Они Никогда Не Жили В 90 Годах Да Они Они Вообще Не Знали Что Это Такое Да Ну Единственное Что Ну Сейчас Смодно Все Про 90 Там Одежду Носят Такую И Все Да Но Как Они Потом Говорили Что Поскольку Ну Вся Это Съемочная Площадка И Все Устройство Все Сделано Так Как Ну Под 90 И Они Целый День В этом Жили И Потом Ну Они Почувствовали Себя Как Все Время Нос Еще Эту Одежду И Так И Тогда Ну Давались Мы Поняли Что Они Не Могут Как Говорится Ну Может Диалоги И Разговор В Сценариях Были Написаны Может Быть Более Там Такие Ну Интеллектуальные Или Умнее И Тогда Мы Поняли Что Они Не Могут Произносить Такие Тексты Которых Они Не Понимают Они Не Чувствуют И Тогда Режиссер Дал Им Волю Как Будто Вот Вам Нужно Говорить Об Этому И Об Этому Наверное И То Что Как Они О чем Они Говорят Это Ну Довольно Живо По Моему Получилось Да И Да Ну Вот Я Как Раз И Хотел Спросить Насчет Того Что Ведь Действительно Они Родились Уже После 90-х И Для них Это Может Быть Какое-то Время Уже Совершенно Неизвестное И Как Вот Они Понимали Потому Что Для Ну 90-х Ведь Это Очень Специфическое Достаточно Сложное Время Когда Все Все Было Ну Люди Теряли Работу Люди Многие Были В отчаянии Когда Достаточно Была Очень Такая Криминогенная Ситуация И Действительно По Улицам Ездили Машины С такими Бритыми Людьми С золотыми Зубами С пистолетами То Вот Как Это Удалось До них Нужно Было Им Рассказывать Что-то Конечно Потому Что Они Не Могли Понять Почему Мама Волнуется Дома Можно Смс Послать Или Что-то Как-то Позвонить И Только Сейчас Я чувствую Девушку Которая Играет Кристину Она Говорит Я бы С удовольствием Жила В это Время Потому Что Тебе Не Надо Все Время Быть В этих Гаджетах Что Тебе Ты Ты можешь Быть Недоступным И Это Дает Больше Время Для Каких-то Разговоров Отношений Это Они Оценили Но То Что Понять Как Это Почему Это Кто-то Что-то Не Знает И Не Может Быть Вовремя Ну Как Сказать Ты Ждешь Ты Должен Ждать Кого-то Не Зная Придет Или Не Придет И У У У Фильм Кстати Да Один Мобильный Телефон Только Вот Где Там Его Остановили Когда Они Едут Биржу За Кассетами И Тогда Стопами Ну Там В Ригу Едут Да И Этот Оказывается Такой Довольно Богатый Мужик С Ягуаром Да И У Него Мобильные Телефоны У Нас В Группе У Нас Самые Были Очень Такие Разговоры О том Что Какой Мобильный Вообще Был В то Время Потому Что Мое Воспомнение Что Тогда Те У Кого Были Носили Такие Большие Ящики Не помню Один Депутат Из Сайма К нам Приходил В гости Мы Когда В Кошкином Доме Были Еще Студии И Тогда У него Был Простмассовый Кулек И Там Целый Ящик Вот Это Был Мобильный Телефон Но Мы Тогда Приняли Решение Такое Среднее Из Всех Так Что Я думаю Что Это Очень Интересно И Конечно Это Передать Передать Словами Очень Тяжело Но Они В это Вжились И Как-то Приняли Эту атмосферу Но Кстати У нас Не только Герои Но Ситуация Была Такая Что Я В один Момент Поняла Что Режиссер И Автор Сценария Они Тоже Родились Один Девяносто Другой Девяносто Первом Году Так Что И Тогда Я Поняла Что Моя Задача Вокруг Них Поставить Тех Которые Об Это Знают Эгорь Сэрмокш Который Вот Как раз В такое В это Время Те же Дела Которые В фильме Про Елгау Он Сигул У него Была Группа Они Играли И все То же Самое Происходило Главный Художник Фильма Айвар Жуковский Он Тоже Цесис Или В Риге Тоже Это Его Время Он Тоже Знает И Это Очень Важно Что Вот У Тебе Есть Такое Точная Точная Информация И ты Помнишь Как Это Было И Поэтому Я думаю Получилось Создать Такую Очень Живую Эту Среду Тех Того Времени Но Как Удалось Например Съемки Лгавы Там Есть И панорамные Съемки Съемки Улиц Как Маскировали Какие-то Может быть Современные Приметы Времени На Наше Время Конечно Все Возможно Так что Компьютеры Делают Чудеса Да И это Да Ну Конечно Очень Мы там В первую очередь Надо было Убрать Скажем Там Ну Где-то Во дворе Стоят Уйма Машин Тогда Наши Люди Там Уже День До Съемок Уже Всех Там Выгоняли И мы Свои Жигули И москвичи Ставили Обратно Да Так что Ну Да Это Это Практика Это Работа И да Мы Выбирали И искали Такие интерьеры Где Конечно Это же Тоже Наши Дни Евро Ремонт И это Уже Испортили Почти Почти Все Да Ну Нельзя Сказать Испортили Улучшили Все Да И Конечно Та школа Где Вот Ян И Сёня Учился Было Бы Прекрасно Для Съемок Но Как раз Вот Как Мы Начали Съемки Тогда И там Начался Евро Ремонт Большой Поэтому нам Надо было Искать Другое Место Нам Повезло Что В Янему Иже Это Около Цесис Большой Техникум Который Сейчас Закрыт И он Просто Продается И мы Там Могли Творить Чудеса Так Так что Так что Да Вот Скажем То же Самое Квартира Квартира Зомбиса Так Назоваемая Это Оригинальная Квартира Где Ещё Мама Зомбиса Живёт И Зомбис Сказала Что Ивар Да Его имя Сейчас Что Мама Мы Должны Пустить Мама Очень Волновалась Будет ли Там Красиво Хорошо Она Даже Не Зна Ну Сейчас Знает Видела Филь Да Что Киношники Всё Приходит Переворачивает Вверх Ногами Так что Так что Да Это Ещё Одну Квартиру Тоже В Цессе Снимали Последний Концерт Который Оригинально Происходил В Медам Вилла Который Тоже Кто-то Там Купил И Начал Переделывать Мы Снимали В Бауске Бауске Старый Кнотеатр Который Выглядит Это Фантастическое Издание Вообще Для Для нас Было Очень Хорошо Что Оно Ещё Не Реставрировано Так что Так что Ну и Наверняка Ведь Для Вас Ну вот Как Для Ребят 90-е Годы Может быть Были Достаточно Такой Тероинкогнито Для Вас Может быть Музыка Я не знаю Хэви Метал Была Может быть Не столь Так Близка И Популярна Вот Как Вы Входили Тоже В эту Культуру Хэви Металистов Ещё Именно Того Времени Да Я помню Когда я Первый раз На съемку В Елгаву В машине Везла Алекс Таврынч Который играет Смерти Он мне дал Такую Лекцию На 40 минут Пока мы Ехали До Елгави Металл Это же Не просто Металл Там Есть Металл И там Такой Металл И такой Металл И все Это очень важно Надо знать Чтобы не спутать Я думаю Что Вообще Это Металл Не металл Я думаю Что это Как такой Знак Потому что Каждое поколение Имеет свою музыку Скажем 70-х Было То 80-х Диско Опять что-то Такое И каждое поколение Выросло На какой-то Музыке И я думаю То что И мы в фильме Хотим показать Что Это хорошо Это нормально И конечно И тоже И всегда Есть Кто-то Из старшего Поколения Которые не понимают Эту новую музыку И всегда Есть конфликты И всегда Кто-то Не хочет Чтобы его дети Слушали Такую Или такую Музыку И это Такая Вечная Борьба За правду Но Всегда Как-то Ну Это Через это Надо пройти И Я помню Я В свои Свои годы Ну Я выросла В 70-е годы Я бабушку Привязала К столу И сказала Ты будешь Любить Роллингстон И заставила Я ее слушать Она по-моему Какие-то песни Она изузнала В последние Минуты жизни Так что так И я думаю Что металл Это тоже Ну Это Ну Он появился В эту В эту пору В это время Да И я думаю Что Вообще-то Он очень подходит К этому времени Потому что Как вы сказали Это было Очень такое Тяжелое Очень специфическое Время И с одной стороны То что мы Все жили Такими Ну Розовыми очками Да На то что У нас там Независимость И все Сейчас хорошо Но ничего Хорошо Еще Долго Не было Да И поэтому Поэтому Это Ну Опять Музыка Дает Вот как раз По-моему Она очень Подходит К этому Время То что Вот ты Переживаешь Эту Как будто Ну Проживаешь Через эту Как будто Тяжелую музыку Да Вот Переносишь Это Это время Я думаю Что это По-моему Это логично Что молодые Люди В это время Слушали Такую музыку Я сразу Хочу наших Слушателей Предупредить Что Очень деликатно Звучит Этот саундтрек И он Не успевает Даже если Вы не любите Эту тяжелую музыку Он Не успевает Как-то Надоесть Или как-то Ну Наоборот Создать Какую-то Такую напряженность Потому что Он очень хорошо Вписан И Кстати Вот кто Занимался Саундтреком Подбирал Да Саундтрек У нас Подбирал Дамбис Это Один из Группы Курт Кобейн Умер И Застроил Себя И из этого У него Выходит Этот вопрос Что же Это такое Кого Кто Он был Таким Почему Весь мир Там О нем Скорбит И все Его слушали Он еще В Йолгаве Не слышал Это Да Ну Конечно Нам не повезло Мы очень Старались Мы хотели Нирвану Включить Немножко Не получилось Потому что Это Оказалось Не так Просто И тогда Мы приняли Решение Что будет Только Местная Музыка И Этим Мы Гордимся И Мы Смогли Отдать Такую Даню Думаю Нашим Группам Которые В то время Играли И Может быть Не так Много Людей Замечали Да Но Своя Эта Среда Конечно Знала Нет ли Идеи Вообще Может быть Выпустить Саундтрек Да Может быть Надо Об этом Мы Задумались И Где мы Какое-то Мероприятие Происходит Тогда у нас Есть свой Плейлист Где Вот Звучат Эти Песни Ну да Мы Как раз Тоже Мы Вообще-то Задумались Об этом У нас Есть Один Из этих Логлайнов Что без металла Мы бы Вообще Не прожили Не выжили Да И мы думали Что может быть Ну какая-то Часть аудитории Может быть Ну даже Не станут Думать О фильме О посещении Фильма Что металл Это не мое Да Но Это как вы сказали Это не так Да Это Это очень Очень Ну Я думаю Что это Подходит Времени И это Подходит Фильму Да Потому что Он Раздражает По-моему Нет Совершенно Кстати Я тоже В этом Думал Мы сейчас Делаем Небольшой Перерыв После чего Вернемся В студию Продолжим Разговор О фильме Илгав 94 Андра Целинска Сегодня Продюсер Фильма В нашей студии Микс Ньюс Продолжается Программа Синема Мы сегодня Говорим О новом Фильме Который Вышел На экраны Наш Латвийский Фильм Илгава 94 Посвященный Тем временам И в такой Субкультуре Тяжелого Рока Металла И сегодня В нашей студии Продюсер Этой картины Директор Студии Юрия Поднякса Андра Целинска Да Вот можно Действительно Проследить Вот эти Все параллели С фильмом Поднякса Вы же были Монтажером Фильма Вот того Самого Оригинального И затем Режиссером Фильма Легко Продолжение Да Продолжение С теми же героями И вот Можно ли говорить О том Что Ну Длина меняются Но вот Проблемы Те же самые Остаются И я думаю Что обязательно И я думаю Что это вообще Так Один момент Придумала То что Юрис открыл Такую Формулу Вечности И поэтому Его Легко ли быть Молодым Будет Жить Очень долгое Время Потому что Всегда Есть молодые Люди Всегда Кто-то их Не понимает Всегда Они взрослеют Всегда Там Кто-то Ну У них Есть вопросы Которые На которые Они ищут Ответы Да И это Только нормально И меняется Какой-то фон Меняется Да И тогда Ну да Тогда были Там Я не знаю Рубли Копейки Сейчас у нас Другие деньги Да Или Какие-какие-то Ну опять Ну не знаю Большие там Тогда Посылали в Афганистан Да Сегодня другие Войны Другие Сражения Так что Я думаю Что Вот поэтому Такие Такие фильмы Они очень Ну Могут Пережить Время Да Потому что Они говорят О очень таких Ну Отношениях И И родители И дети И всегда Родители Хотят Самое лучшее Своим детям Но иногда Они Им запрещают Ну И то Что может быть И не надо Запретить Да Но это конечно Только из-за любви Да Потому что Они не хотят Чтобы они попали В какие-то ситуации Да Но иногда Надо что-то узнать И это узнавание Это процесс Да И Ну конечно Все зависит От того Как ты сам Это воспринимаешь Ты попробовал Почувствовал Понял И идешь дальше Да Нельзя застрять На какие-то вещи Да Но Но да Я думаю Что этот фильм Тоже Вот на фоне Еще Вот того Времени То что Вообще-то Никто не знал Что правильно Что неправильно Все было Как будто Возможно Все было Открыто Да И тогда Как-то Вот это Родительское Поколение Учителя Еще по-старому Да Там Им там Учили Что делать И не делать А мир То уже Открывался Да Информации Получали Новую Там музыку И записи И как У нас там Есть предложение Фильм Что Начал Уже В мире Работать Яху И Амазон Но еще Не в Ялгаве И когда Вот это Уже Когда Вот эти Ворота Уже Открылись Тогда Уже Вообще По-моему Все мы Изменились И И очень Ну Много Что-то В разных Отношениях Изменилось Да Потому что Ну Ты Ты Информация Была Доступна Да И Так Да И сегодня И сегодня Вообще-то Ну Ну Так Ну Тоже Ну Сегодня Уже Слушай Какую музыку Хочешь Да Никто Тебе не может запретить Да Надевай На себя Что ты хочешь А тогда Из-за бедности Ты не мог Одеваться Как такой Крутой Металист Да Просто Негде Было Достать Такие И сапоги И кожаные Там Не знаю Плащ Или что-то Такое Да Вот Наши парни Там Самые Дырки Делали В джинсах Которые Может быть Какое-то Время Назад Было Большой Драгоценности Да Что Они Вообще Есть Так что Так что И я думаю Что да Ну это Это По-моему Ну для меня Это и было Интересно Вот опять Как-то Как-то Вернуться К этой теме Да И И сделать Что-то Вот Ну для этого Этого возраста И тоже И я думаю Что в это Так же Как фильм Легко ли быть Молодым Это не только Для молодых Это для всех Да Это Это И для Родителей И И этот фильм Тоже Вот Ялгава Для тех Кто и Пережил Вот 90-е годы Да Или У кого-то Дети Вот в это Время Что-то Делали Да Так что Я думаю Он Ну расширяет То Как Как Этот Народитель Там Как Как Сложился Этот сюжет Фильма Он И расширяет Аудиторию Фильма И там Каждый Может Для себя Найти Что-то Я всегда Говорю Вот Идите С мамами С бабушками Все смотрите Вместе Да Очень интересно Было После Премьеры В Ялгаве Да Ну я слышала Я слышала Вот разговаривает Яна Сионе С Иваром Который Вот зомби С фильма Говорит Ну да Мама Завтра Пойдет Смотреть Интересно Что она Скажет Так что Так что Они И задумались Как Мама Будет Воспринимать Это Как Кстати Вот Как раз Прошла Премьера В самом Городе Я понимаю Что Именно Вот Вы Специально В этом В Ялгаве Показали Его в первый Раз Да Вот Насколько Ну да Мы очень Очень Вообще Ну так Немножко Ну Было Так Нервозно До того Потому что Все таки Ну да Это Это Точно Вот этот Город Да И это Место И конечно Люди Местные Мы уже Поняли Что они Будут Воспринимать Это Более Так Ну Близко Сердцу Воспринимать Все Что там Есть Но Слава Бога Все Прошло Хорошо Нас Приняли Очень Хорошо И Ну Поскольку Нас Вообще Очень Поддержал Город Ялгава И За это Мы им Очень Благодарны Но Как я им Сказала Ну Кто-то Еще Мы Каждый Раз Как Произносим Вообще Имя Ялгава 94 Это Маркетинг Вашему Городу Так Что Так И Нет Но Все Были Довольны Ну Да Кто-то Там Сказал Ну Мы могли бы Красивее Сделать Потому что Людям Всегда Кажется Ну Все Должно Быть Вот Красиво А так Многие Уже Забыли Как Выглядел Город 30 лет Тому Назад Я помню Мы Когда Какие-то Пресс Релиз Там Были Что Мы Снимаем Школу В Цесис Там Кто-то Из Библиотеки Сказал Почему Вы Не Снимаете Библиотеку У нас У нас Такая Красивая Библиотека Как Вы Смеете Цесис Снимать Ну Да Но Люди Иногда Ну Поэтому Я И понимаю Как Люди В Елгаве Но Все Так Это Елгаве И все Это Их Город Там Без Вариантов Но С другой Стороны Ведь Это Картина Еще И Мальчики Из Провинции Который Мечтает Может Быть Тоже Вырваться Эта Тема Проходит Красной Нитью И Там Даже По-моему Герей Нигун Изарине Тоже Говорит Что Все Хотят Куда Больше Дальше Чего-то Достичь Никто Не Хочет Представить Что Вся Его Жизнь Пройдет В Маленьком Городе Это Ведь Тоже Одна Из Тем Фильм Да Я думаю Что Это Тоже Учителя Скажем Школа Как Такое Учреждение Всегда Когда Мы Произносим Школа Это Немножко Так Все Постойки Смирно И Школа И Директор Но Все Так Они Тоже Люди Директор Должна Играть Свою роль Она Строгая Она За Порядок И Тут Без Всякий Но Эта Учительница Латышского Языка Как будто Она Очень Понимает Его И Она Оценивает Его Талант Что Он Был Членом Кружка Литературного И Писал Сочинения Отличные И Она Даже Понимает Что Он Начал Интересоваться Куртом Кобейном И Она Из-за В этом Разговоре В этом Споре Когда Одну Ночь Не Был Дома И Там Паника Абсолютная И Она Как-то Я думаю Это Промелькнуло Что Я Надеюсь Что Ты Вырвешься Тебе Надо Учиться Не Слушать Курта Кобейна Тебе Надо Учиться Чтобы Ты Смог Вырваться Из этого И Тогда Директор Как Куда Вырваться Елгавы Очень Хороший Город И Там Одна Фраза Которая Может Быть И Как Мускай Зайд Что Она Говорит Даже Аспазия Уехала Из Елгавы Значит Ну Уже Начало Прошлого Века Что Даже Аспазия Латышская Писательница Уехала Из Елгавы Чтобы Что-то Достичь Больше В этой Жизни Да Ну Да Это Вопрос Тоже И Кстати Очень Актуальный И в Наши Дни Это Центр Провинция Что Как Мы Мигрируем Как Мы Перемещаемся Почему Кто-то Возвращается Кто-то Уезжает Еще Дальше Да Для многих И Рига И Латвия Это Провинции Да У нас Есть Лондон И Берлин И Париж Открыт Да Так что Ну Кстати Вот Это Тоже Хорошо Что У нас Есть Эта Возможность Куда-то Вырваться Да Ты должен Ну Принять Это Решение Да А Какое-то Время Не было Было Без Вариантов Да Насколько Эта Картина Будет Интересно Понятна Вот Как Вы считаете Зрителям Уже За пределами Латвии То есть В принципе Она же Действительно Она очень понравилась Тем что Она Очень универсальна Потому что Она говорит Совершенно Об Общечеловеческих Вещах Первая Любовь Становление Личности Вот Желание Вырваться Может быть Куда-то Из провинции Вот это Все Все эти Темы Они понятны Всем Да Понятно Я Ну Этот Проект Предлагала На каких-то Там Мероприятиях Очень Очень Хорошая Такая Очень Отзывчивость Большая Так что Мы надеемся У нас тут Уже Пару Фестивалей Которые Мы еще Не можем Говорить Но Уже Мы там Да Но Так что Я думаю Мне кажется Тоже Вот это То что Я почувствовала От зрителей И эти отзывы Да Что Он очень Ну такой Милый фильм Да Где-то И даже Наивный Да У нас нет Вот Никакой там Чернухи Да И такое Что вот там Кровь Слеза И слезы Да Обычно Про 90-е Всегда Вот это слово Чернуха Да Да Мы старались Потому что Ну все Все-таки Люди жили Там И каждый Вот И имел У нас Вот у оператора Было очень хорошее выражение Он сказал Что Несмотря на то Что все говорят Что это такое Серое время И что-то там Как-то Что-то там Все неладно Он говорит Я до этого времени Помню Лучше всего Цветные Рамки Велосипедов Да И это Ну что Цвет какой-то Да И что Ну это Воспоминания Ну как У каждого Есть И хорошее И плохое Да И не надо Вот это Как-то утрировать Что все серое Что все Все плохо Да Нет По-моему было И поэтому Мы старались Картину делать Такую Довольно яркую Да Это тоже Гамма Вот по цвету Она 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 Не серая Она Не такая Утомительная И мы Старались Вот какой-то Ну как Говорят Погнесский Фан Из этого Ну какой-то Получить Из этого Этой жизни Да Ну какое-то Такое Хорошее Воспоминание И Ну есть Были Проблемы Такие Как-то Немножко Может быть Даже с иронией Такой Такой Такая Такой Легкой Иронии Посмотреть На это Время Поэтому Поэтому Я бы Советовала Ну зрителю Не остановиться На слове Метал Девяностые Но Поскольку В фильме Все-таки Такая Ну Полноценная Жизнь Да Вот мне Как раз Хотелось Обратить Тоже Внимание И Подчеркнуть То что Эта картина Она получилась Очень Такой Вот именно Не так много К сожалению Вот у нас Снимают Фильмов Которые Говорят Вот со зрителем На каком-то Общественном Человеческом Языке Потому что Есть фильмы Ну Узкожанровые У нас Есть фильмы Ну Немножечко Такие Снятые К Там Каким-то Да Там Поднимающим Такие-то Тяжелые Темы А вот Это Ну Он Действительно Фильм для Того Чтобы Предложим Прийти Там Не знаю В пятницу Вечером Посмотреть Получить Удовольствие Вспомнить Потом С кем-то Обсудить То есть Вот какое-то Такое ощущение Что это Не Не аттракцион Каких Вот Ну В принципе Нам сейчас Очень много Предлагают Фильмы Аттракционы А фильм Который Вот Действительно Можно обсуждать Говорить Вспоминать Спорить Да Вот в этом И Наверное Я хочу Обратить внимание Что И прошлая Картина Которую Вы продюсировали Фонд Криминального Превосходства Она ведь тоже Опять-таки Да В прошлом И это Такой Мне кажется Что его Очень хорошо Каким-то Образом Нашли Форму Проката Что он Очень долго Рекордно Долго Держался У нас Год Год Все время Были зрители Которые хотели Посмотреть его И он Стал По-моему Одним из Больших Хитов Проката Когда он Опередил Даже там Какие-то Блокбастеры Можно сказать Голливудские Были Моменты Да Тоже Как-то Ну Не сразу Зритель Поймал И почувствовал И увидел Этот фильм Но так Постепенно Да И я думаю Тоже Что вот Режиссер Того фильма Тоже И что мне Очень привлекательно Что 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 Зритель Как-то Может Идентифицироваться И легко И ты Не чувствуешь Каким-то Ну Не знаю Ну Неравным С тем Что Ну ты понимаешь Что там Происходит И понимаешь Как это Может быть И ты И ты Можешь Следить За этими И радоваться Да Как-то И как-то Как-то И даже Паса Участвовать Да К этому Поэтому Мне нравятся Такие фильмы Да Тоже Что вот Ну которые Ну Не знаю Все-таки Энтертейнмент Как по-русски Это Ну да Развлечение Развлечение Да Это какой-то Фан Да Должен быть И Мне нравятся И тоже Очень такие Ну Драматические Фильмы И Разные Фильмы Да Но вот Все-таки Иногда Очень хорошо И как-то Как-то Ити навстречу Все-таки Зрителю Да И чтобы Не отталкивать Его Не Не там Грузить Его Да Но как-то Что-то Дать какое-то Такое Немножко Ну Приключение Скажем Такое Ну и Не так много Действительно Фильмов У нас Выходит О молодежи И Посвященных Вот каким-то Проблемам Молодежи К сожалению Действительно У нас Очень Мало Ну Слава Богу Вот было Когда В столетии Кино У нас Выделялись Большие Деньги А вот сейчас Насколько Ну вот Прошел Как бы Юбилей Насколько Сложно Получить Финансирование Каких-то Проектов Новых Есть такое Вражение Опять 25 Ну Не так Плохо Но Все-таки Осталось Я думаю Что Что было Ну Такой Такой Хороший Хороший Результат То что Люди Увидели Заметили Что Есть у нас Местные Фильмы Которые Которых Стоит Смотреть Да И И мы Все-таки Как-то Смогли Людей С зрителями Заполнить Залы Да И это Очень важно Сейчас мы Можем Сказать Ну Дайте Нам Еще Немножко И мы Сделаем Еще Больше Еще Лучше Да И Все-таки Ну Стараются Как-то Какие-то Там У нас Еще Маленькие Там Прибавляют Что-то Добавляют Какие-то Есть варианты Так что Ну Держимся Еще Держимся Фильмы Делаем Да И Все время Мы Надеемся Что Ну Какой-то Момент Мы Уже Мы Уже Не Говорим Там Сотни Тысяч Да Эти Не Не Сотни Миллионы Нам Не нужны Как Как Другим Да Нам Бы 10 Миллионов Было бы Достаточно Года Для всех Фильмов Да Что Вообще Ничего Посравнительного Если Сравнивать С европейскими Странами Да У нас Один Там Малобуджетный Фильм Стоит 3 миллиона Да Так что У нас Все Фильмы Ниже Малобуджетный Да И поэтому Я думаю Что Ну Результат Даже Неплохой Да Так что Так что Так что Так что Мы работаем И все-таки Ну Мы хотим Вот Стараемся Доказать Что Мы достойны Того Чтобы Нам Видели Больше И мы Мы же Все это Если Зритель Ходит И смотрит Да Ну Мы же Эти Деньги Опять Зарабатываем Обратно Да И плюс Еще Ну Люди Получают Какое-то Удовольствие Да Так что Так что Ну Я надеюсь Что Что это Не остановится И это Такое Ну Хорошее Начало Да Для Для дальнейшего Разговора О том Какое кино Какое кино Нам нужно И Что мы Хотим Делать Да Потому что Как раз Да Прошлый год Был Интересен Именно тем Что Впервые Там Такое было Количество Фильмов Выпущено На экран Я не помню Чтобы там Ну вот Конечно Не было Не было Такого Да И вот Именно поразительно Что Залы были полными И вот люди Ну как будто бы Ну Не как будто бы А вот именно Хотели смотреть Наше кино Но я надеюсь Ну я надеюсь Что это тоже Со стороны Зрителей Не будет Такой Волной Что только Честь столетия Надо смотреть Местные фильмы Да Мы все надеемся Что это такая Ну Новая традиция Как-то Как-то люди поверили Что Увидели Эти фильмы Да И это делали Все время Но все время Там Как-то Все там Мучились И то не было И это не было Ну сейчас Пожалуйста Вам столько Фильмов Если немножко И больше Вот я думаю Что очень хорошо Было Что вот В связи с этим Столетием Все-таки Маркетинг Сделал свое Да И о этих фильмах Услышали Да И ну это у нас Тоже вот Как-то Сейчас тоже Государство Ну Поддерживает Маркетинг Компании Да Чтобы можно было Об этих фильмах Вот Ну говорить Что они есть Пожалуйста Приходите Смотрите Ну и Я понимаю Что на студии Подникса Ведь снимается Документальное кино У нас К сожалению Вот как-то Времени почти Не осталось Но я хочу Обратить внимание Наших слушателей Что да И ведь есть Документальные фильмы Которые тоже Находят своего зрителя Вот недавний фильм Я мастер-пасауле Вот про именца Тиллера Очень интересный фильм Который смотрел С огромным удовольствием И тут же побежал Смотреть его выставку Поскольку Вот это было Прямо здорово Что и фильм И выставка В одно время Их можно было Совместить Тоже такие интересные Да, мы не теряем Ну и конечно Ну и конечно Илгава 94 Фильм Который сейчас Вышел на экраны Продюсер этой картины Антра Целинска Сегодня была в нашей студии Спасибо вам Спасибо вам И приходите на фильм